Всем привет! Меня зовут Артём Бухановский и это кулинарная рубрика «Есть идея». Итак, у меня здесь куча резаных яблок есть, а всё потому, что мы с вами готовим яблочный крамбл. Что же это такое? Сейчас всё подробно расскажу. Но сперва включаем плитку на сильный огонь и добавим немножко сливочного масла. Сейчас все наши нарезанные яблочки мы с вами будем обжаривать. Выкладываем яблоки и пускай у нас яблочки пожарятся. Так, что же всё-таки яблочный крамбл такое? Это перевёрнутый пирог из яблок с тестом из песочного теста, скажем так. Изюм. Предварительно замочите, если он достаточно сухой. У меня, видите, мягкий изюм, поэтому мы его замачивать не будем. Итак, сейчас, пока обжариваются наши яблоки, подготовим тесто. Для этого мы с вами берём муку, сливочное масло и всыпаем всё это в глубокую пиалу. Выкладываем всё сливочное масло. И начинаем теперь руками перетирать муку с маслом. Замешиваем песочное тесто. Как только у нас тесто началось собираться в рыхлые комочки, смотрите, если слепить комочек, вот он, слепленный, если слегка надавить, он у нас начинает рассыпаться. Тесто готово. Теперь всыпаем туда сахар. И ещё раз всё тщательно перемешиваем. Не забываем помешивать наши яблочки. У нас образуется вот такой вот, видите, коричневый колер. Вкус будет очень приятный за счёт него. Это карамелизируются натуральные сахара, которые содержатся в наших яблоках. Так, тесто мы с вами подготовили. Тесто у нас с вами уже собирается в комочки и при лёгком нажатии тут же они распадаются. Убираем в сторонку. Займёмся яблоками. Теперь вливаем в яблоки сидр, яблочный сидр, который усилит вкус яблок. И также мы с вами добавляем изюм. Вот. Сейчас нам нужно, чтобы сидр подвыпарился, ушёл весь полностью алкоголь. Вот таким образом мы выпариваем с вами сидр. Практически не осталось у нас влаги. Теперь отключаем комфорку, можно сдвинуть. И уже сейчас добавляем немного корицы. Много не добавляйте, иначе вы будете есть действительно одну корицу. Совсем чуть-чуть. Просто, чтобы дополнить аромат наших яблок. Тщательно всё перемешиваем. И выкладываем в форму для запекания теперь. Возьмём тесто. И сейчас ложечкой выкладываем на дно. И витают по кухне ароматы. Это просто непередомваемо. Так. Укладываем яблочки. Очень важно, чтобы в конце, когда вы переложили все яблоки, вы их немножко потрясите и придавите, чтобы убрать лишние пустоты. Потому что, когда будет готовиться у нас крамбл в духовке, он ещё немножко подсядет. Поэтому лучше сразу же яблочки придавить. Далее. Выкладываем наше песочное тесто. Так, рассыпаем. И потом в конце точно так же мы с вами его придавим. И слегка придавливаем. После чего можно сверху выровнять вот таким вот движением. Всё. Теперь наша заготовочка готова. Посмотрите, как тут всё сочно и красиво. Сейчас мы убираем в духовку, в заранее разогретую до 210 градусов. И выпекаем 20 минут. А пока можно заварить вкусный чай. Яблочный крамбл мы уже достали из духовки. Он прекрасно выглядит, великолепный аромат. Теперь нужно добавить немного мороженого. Возьмём сливочный пломбир. И сейчас просто таким вот образом ложечкой мы накладываем несколько таких вот комочков нашего мороженого. Так, после чего добавим немного мяты. Листики мяты. И в принципе уже можно подавать к столу. Давайте же посмотрим, что у нас получилось. Смотрите, нежное тесто. Вот. Видите? Безумно сочные и нежные яблочки. Какой сейчас великолепный аромат. А мороженое здесь будет присутствовать в виде соуса. Оно будет подтаивать и придавать сливочный аромат нашему блюду. Итак, я вам желаю приятного аппетита. Не забывайте также подписываться на наши социальные сети. Следите за новостями. И до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова